Нагрузка по вызовам врачей на дом в первой городской поликлинике Ростова держится на среднесуточной отметке. 140 обращений. Терапевты и фельдшеры, как бойцы передовой, берут на себя самых тяжелых больных с диагнозом ковид и пациентов с температурой. Мы можем воспользоваться услугами доставки врачей к пациентам с помощью волонтеров. Наши машины будут направлены на выполнение мазков у пациентов и обслуживание температурящих вызовов. Пока на область всего два десятка автоволонтеров. Акция началась, как и обычный челлендж «Довези врача». А сейчас переросла в реальную помощь поликлиникам. Студент медвуза Саша Мороз сначала развозил продукты пожилым на самоизоляции. Я будущий врач-эпидемиолог. И так как я не могу в полном объеме оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, я делаю все, что в моих силах. Это довожу врачей от дома до работы и также на вызове к пациентам. За медицинским образованием Александр приехал из Калмыкии. Для борьбы с пандемией на передовой пятикурснику пока не хватает квалификации. Я бы хотел не просто работать в инфекционном отделении, а именно выезжать в очаг и работать как врач-эпидемиолог. Будущий доктор пока развозит врачей как водитель. У нас сегодня три вызова. Один вызов к офтальмологу и два к неврологу. В некоторых случаях узкие специалисты на вызове у пациента сработают эффективнее. Доктора поедут напрямую, то есть приедут не терапевты или фельдшеры неотложной помощи, а приедут узкие специалисты, там больному после операции посмотреть, перевязку сделать и так далее. Приедет хирург, например. Больной после инсульта, который не может прийти в боль, к нему пойдет невролог. Подготовьте мне набор для тонометрии, мне вызов. Офтальмолог Ольга Кочетова сначала проводит прием, а по графику посещение тех, кто не в состоянии добраться до кабинента окулиста. Осмотр необходим. Так больные глаукомы обязательно должны измерять внутриглазное давление один раз в три месяца. Те пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться, они могут вызывать офтальмолога на дом. И мы приезжаем с помощью измерить внутриглазное давление. Соответственно, осматриваем глазное дно. Волонтеры Общероссийского народного фронта помогают Минздраву не только за рулем. Помимо этого, они работают в колл-центрах больниц, а также участвуют в перепрофилировании поликлиник под ковидные госпитали.